ребята всем привет давно мне не было на канале больше трех недель не выкладывал видео был некоторый завал такой весенний на основной работе поэтому времени особо не было сейчас этот завал немножко освободился появился время для того чтобы выпустить новые видео в москву наконец пришла весна и сегодня так прям по летнему тепло светит солнце и хочется сделать что такое творческое поэтому именно сегодня решил для вас записать новый видос за это время у меня произошли некоторые изменения я успел обзавестись некоторыми вещицами которые хотелось бы с вами поговорить и сегодня в этом видео как вы понимаете раз перешли на него то речь пойдет о новых макбуках на своих собственных процессорах apple m1 у меня была старая модель и macbook pro 2017 года я ее еле-еле смог продать на авито больше месяца у меня висело объявление прежде чем я смог найти продавца кто готов его купить а также поделюсь своими впечатлениями от процесса перехода от старых интеловских процессоров на новый m1 чипы насколько там переросло в эффективности в быстродействии производительности и тому подобное покажу вам фото-видеоредакторы даже одну игру запущу покажу насколько мощным стали эти процессоры а также покажу главный бенчмарк сравнение процессоров всех компьютеров которые у меня есть дома это стационарный компьютер на процессоре intel core и 5 это ноутбук xiaomi redmi на райзане и четвертым устройством будет ipad pro 2020 года последняя модель с 12 и 9 дюймовой диагональю как минимум посмотреть на сравнение самого мощного айпэда и нового macbook вам будет точно интересно поэтому усаживайтесь поудобнее поставьте лайк этому видео и конечно же хорошего просмотра и так давайте быстро разберемся что же такое за процессоры м1 и почему от них все восторге м1 построен на архитектуре арм что расшифровывается как advanced risk machine и как не сложно догадаться в основе работы такого процессора заложен набор команд риск то есть reduce instruction set computing или простыми словами это упрощенный набор команд который гораздо быстрее обрабатывает этот процессор при этом он потребляет меньше энергии ваш ноутбук соответственно работает дольше а у вас при этом ничего не лагает чудо такой подход кардинально отличается от процессоров intel построенных на x86 в основе которой лежали инструкции циск то есть комплекс instruction set computing поэтому всегда был некий дисбаланс между софтом который делает компания apple и железом который они вынуждены были закупать у intel до сих пор и если мы говорим об устройстве такого процессора то теперь все находится как бы под одной крышей это 8 ядер gpu то есть 8 ядер обработки графики и 8 ядер cpu то есть 8 ядер процессора который в свою очередь делятся на 4 активных ядра которые используются для основных сложных задач и 4 вспомогательных которые используются для каких-то простых вычислений простых повседневных задач и вот представьте что теперь такие процессоры которые были установлены в iphone или в ipad и apple будет устанавливать конечно чуть модернизированные в свои компьютеры это значит что в совокупности с тем софтом который они разрабатывают у вас никогда ничего не будет лагать тормозить и тому подобного это нельзя было добиться к сожалению с предыдущими процессорами на intel где как раз использовал другая архитектура именно поэтому ваши ноутбуки нагревались включали систему охлаждения шумели как ненормальный и наконец сейчас это всего не будет то есть сейчас эти процессоры будут более эффективные более быстрые и основные два ключевых момента которые мы можем с вами вынести из прошедшей презентации которая была там сколько уже 45 месяцев назад это автономность и быстродействие производительность то есть это два главных слова которые на которых сфокусировалась компания apple когда разрабатывала эти новые чипы окей давайте теперь поговорим о компьютере который купил себе я это macbook air 13-дюймового диагональ как несложно догадаться ждем анонса 14-дюймовой модели по техническим характеристикам у меня здесь 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт ssd ну и конечно же процессор м1 теперь больше нет градации все во всех ноутбуках будет один и тот же процесс больше нет опять ай 9 там с разной частотой не знаешь что брать и первый совет который хочу вам дать если вы покупать себе именно air то не берите базовую модель самую дешевый потому что в ней 8 графическое ядро будет заблокировано и в простые задачах в этого скорее всего не заметите то есть могу будет работать как обычно быстро а вот случае это сложная задача рендеринга обработки видео и так далее могут быть проблемы я смотрел некоторые видосы от пользователей которые жаловались что даже новые макбуки хотя все вокруг твердят что в 4к он там монтирует как бог все равно испытывали какие-то проблемы то есть программа начинала подтупливать отключался там звук картинка как-то подергивался и так далее ну и давайте чтобы не тянуть запустим тест программе geekbench 5 я скачал ее на все свои устройства первый тест будет у нас на процессор и после запуска первым к финишу пришел как вы думаете кто конечно же макбук на м1 следом за ним подтянулся основной комп на интеле дальше финишировал айпэд и самый последний к финишу пришел amd райзен вот так то ну и давайте по цифрам intel core i5 8600 напомню это мой основной стационарный компьютер набрал 1113 баллов сингл кори 4758 баллов в мультикоре процессор установлены в айпэде apple a12z байоник 1123 баллов сингл кори 4717 в мультикоре тем самым процессор установлен в айпэде перегнал мой процессор установлен в моем стационарном компьютере чё блин ладно дальше amd райзен 4500 you который смог набрать 628 баллов всего лишь сингл кори и 3098 баллов в мультикоре тем сам оказался самым слабым среди всех этих конкурентов но да ладно у него и цена невысокая в принципе мы понимали что он здесь проигрывает но и самый первый это макбук на м1 который смог набрать 1735 баллов сингл кори и 7651 балл в мультикоре тем сам оказался почти в два раза мощнее моего процесса intel core i5 8600 напоминаю это мой основной стационарный компьютер хоть-то и синтетика но представьте вот насколько сейчас мощнее стали эти процессоры но я даже не знаю по ходу придется теперь апгрейдить свой комп как только цены на видюхе упадут я думаю что займусь этим делом ну и второй тест был на графику здесь чудес не случилось geforce gtx 970 набрал больше всего 29 586 баллов я бы удивился если макбук его перегнал следом идет макбук на м1 17869 баллов дальше идет ipad pro 11 876 соответственно ну и самый последний здесь 6168 баллов набрала встроенная графика вега 6 которая установлена в redmi буках ну вот как-то так выводы делайте уже сами так но и теперь главный вопрос насколько быстро открываются приложение или вкладки в сафари ребята это просто молния как из автомата выстреливают я сейчас не буду говорить что не все приложения оптимизированы под арм архитектуру в это скорее всего и без меня слышали но даже то что сейчас вытворяет любой макбук на м1 это просто сказка ну небо и земля по сравнению с моей старой моделью я прям кайфую и как и обещал открою вам видео и фоторедакторы адоб к сожалению поставить не смог ссоре но final cut выстреливает очень быстро я кстати в нем не умею монтировать так что придется теперь научиться потыкал тут всякие настройки качество превью мне кстати в better quality то есть максимальная ничего не лагает проекты здесь как 4к на 50 гигабайт так и full hd какие-то сэмплы из не там смотрите сами далее photoshop у меня нет так что смог нарыть пиксельметр да не то ведро но больше ничего нет ссоре тут также все гуд не тормозит открыт кстати raw файл на 50 мегабайт изи бризи ползунки крутятся фильтры мутится в общем я счастлив почему я в итоге купил себе именно air а не macbook pro хотя в принципе возможность у меня была там можно было добавить там 15 20 тысяч и взять себе macbook pro как я уже сказал то основной причиной почему меня бесил раздражал старый macbook это то что он дико шумел и дико нагревался даже когда его подключал просто к монитору то что посмотреть видео на ютубе что-то там несложное поделать я уже не говорю о каком-то монтаже или там обработки photoshop и графики он все равно начинал греться шуметь и даже когда вы использовали ну когда я использовал просто звонок в каком-нибудь google hangout сейчас очень много видео таких конференций встреч по видеосвязи все равно начинал греться когда я включал картинку и еще что-то еще демонстрировал на своем ноутбуке поскольку macbook у меня используется в основном для работы то меня это очень дико бесит потому что каждый день я вот с этим вот сталкивался и когда я узнал что в новый macbook air не будет установлена система охлаждения то есть это полностью герметичный закрытый ноутбук по сути как ipad с подключенной клавиатурой при этом то что так установлен тот же самый процессор что и более старших моделей в про версии то я конечно же принял решение купить именно его хотя в сторону защиты macbook pro могу сказать что в случае когда вы например делать какие-то супер сложные задачи например рендерите 4k видео а то в данном моменте с эйром у вас могут случаться просадка по кадрам потому что процессор нагревается и падает его эффективность и за счет того что нету системы охлаждения он не может с этим также хорошо справляться как справляется macbook pro с активными вентиляторами до которые сразу сразу же его охлаждают и отсюда и эффективность просто самого процесса повышается ну и следом мы запустим конечно же что правильно ford нет одной из самых главных игр по которым мерят тянет ли ваш ноутбук в поиграть или нет я честно говоря даже не знал что ее можно скачать на mac но ради интереса качнул лаунчер от эпика и она там вуаля было ну так чё по настройкам спросите вы внимание на средних настройках ford не лагает играть можно не стал замерять количество кадров даже не пишите на глаз примерно кадров 50 60 играть в целом комфортно для сравнения том же самым редми буки он идет только на минимальных настройках vega 6 к сожалению не вывозит даже средние ну а тут бегать можно и кстати это в первый раз когда мой макбук в принципе нагрелся важный вопрос о котором стоит поговорить это изнашиваемость ssd дисков потому что я бы это не знал до покупки этого макбука но вот недавно увидел некоторые видео о том что пользователи говорят о такой проблеме что она существует и вообще почему она именно в этих моделях активно выражена это связано с тем что сейчас процессор используя память также подключается к вашему ssd диску когда ему не хватает этой самой памяти в сложных нагруженных процессах то есть если вы например монтируете какое-нибудь видео при этом у вас открыты какие-то вкладки там не знаю в safari в хроме и так далее вы что-то еще делать в каких-то других приложениях то компьютер то есть процессор может обращаться за памятью к вашему ssd диску и в этом случае его изнашиваемость то есть ему износ будет активнее выражен неже чем в предыдущих моделях на процессорах intel но если вы покупаете себе макбуки с 16 гигабайтами оперативной памяти то этот вопрос как бы сходит либо на нет либо практически минимальный плюс даже если вы берете себе базовые комплектации с 8 гигабайт оперативной памяти то вроде как опять же сообщает если это будет массовая проблема то скорее всего apple сделает какой-то жест в нашу сторону сторону потребителей и заменит если не дай бог у вас сломается ваши создать диск а напоминаю здесь он распаян на самой плате то есть его заменить нельзя будет поэтому продумывайте покупку такого ноутбука заранее и если вам позволят опять же финанс конечно же покупайте себе модель с 16 гигабайтами оперативной памяти ну а ssd уже смотрите какой вам будет более комфортной и так что мы с вами получаем за те деньги которые сейчас apple просит за свои ноутбуки мы с вами наконец получаем ту самую обещанную производительность автономность и увеличение эффективности наших ноутбуков которые мы все так давно ждали теперь наконец-то можно взять свой макбук пойти с ним куда-нибудь на работу в деловую поездку выполнять сложные задачи не бояться что он разрядится не брать с собой зарядку а потому что раньше если вы выполняли какие-то сложные процессы рендерили видео то как минимум ваши макбуки нагревались как максимум шумели просто не давали выполнять самую задачу то есть для каких-то простых офисных операций он подходил но уже если вы там подключали второй монитор и какие-то еще делали вещи если у вас простые 13-дюймовые модели были то тогда скорее всего вы испытывали трудности как раз вот с нагревом из подключенной системы охлаждения сейчас в новых макбук за счет того что используются новые процессоры этих проблем больше не будет и следующие макбуки которые будут сейчас обновляться это 16-дюймовые модели то есть увеличенные прошки аймеки конечно же будут укомплектовываться новыми модернизированными чипами м1 если у вас есть сейчас финансы и вас уже просто заколебала ваша старая там например прошка 18 18 даже наверно 19 года то вы можете ее поменять прямо сейчас на но любой новый макбук либо air либо про если у вас есть деньги но вы хотите купить себе что-то более навороченное то подождите сейчас как только будет анонс новых моделей скорее всего apple нам представит модернизированные чипы тогда и обновитесь я лично нисколько не пожалел что продал свой старый макбук я сразу же почувствовал производительность почувствовал то что мне ноутбук не греется и подключаясь к монитору я могу делать привычные задачи не испытывая какого-то дискомфорта этого я и хотел этого я ждал поэтому о своей покупке я сейчас не жалею ну а дальше что будет поживем увидим надеюсь вам понравилось это видео или было полезно поставьте ему лайк подписывайтесь на канал если вы вдруг сегодня здесь впервые а мы с вами увидимся совсем скоро в следующих роликах пока пока